Девушки отдыхают Я уже, правда, малость отвык от масс-эффекта, но думаю, что сейчас мы с вами в нем повеселимся и найдем что-нибудь интересненькое Итак, на чем мы, собственно, закончили, это на диалогах вот с этими ребятами, я, помнится, с ними поговорил и как-то на этом все действительно закончилось Давайте поподробнее поболтаем с ними, не так уж их много здесь осталось, поэтому почему бы не поболтать И я пыталась бороться, но любая самостоятельная мысль причиняла мне адскую боль Я сделаю все возможное, чтобы помочь колонии в эти трудные времена Мне жаль, что я причиняла вред этим людям Итак, давайте посмотрим, что же она все-таки знает Я не помню, насчет чего я разговаривал с ней в прошлый раз, помню, один какой-то диалог был, но думаю, что вы на меня не сильно обидитесь, если я вновь с ней поговорю Расскажите мне о себе Во мне нет ничего выдающегося Я была одной из учениц Матриарха Бенезии Я следовала за ней почти 200 лет, постигая ее мудрость Когда Бенезия сообщила о своем плане присоединиться к Сарану, она предоставила своим ученицам выбор Последовали за ней только те, кто желал этого Многие сочли этот план опасным Но я верила ей Я думала, что она может отвратить Сарана от его безумия Вместо этого мы сами присоединились к нему Расскажите мне о корабле Сарана Властелин – необычный корабль Я не знаю, как он был построен и откуда он взялся Его конструкция не соответствует ни одному типу существующих ныне кораблей По сравнению с ним, любые корабли Цитадели или Альянса – просто карлики Его орудия обладают огромной разрушительной силой Его броня непробиваема С таким кораблем Сарана не остановить Вы сказали, что Саран воздействует на разум живых существ? Властелин обладает силой внушения Постепенно кажется, что корабль притягивает к себе Благодаря ему аргументы Сарана становятся убедительными и неопровержимыми Проведете много времени на Властелине и потеряете себя Я не могу объяснить это иначе То есть вот прям вот так вот? Я хочу узнать больше о Бенезии Среди нашего народа Бенезию очень уважали Она искусный биотик, даже для Азари Ее повсюду знали как учителя философии и религии Она всегда стремилась к миру и гармонии Она вошла в союз с Сараном, потому что надеялась увлечь его с пути разрушения Вместо этого она стала одним из самых влиятельных его союзников Как я уже сказала, матриарх Бенезия недооценила Сарана Не повторяйте той же ошибки Что еще вы можете сказать о Саране? Мне почти нечего добавить к тому, что знаете вы Он могуществен, влиятелен и очень опасен Когда я следовала за ним, я не видела его истинного лица Но теперь я понимаю, что он ввергает галактику в век тьмы и страданий Что вы еще можете мне рассказать о Трианине? Когда это существо поглотило меня, я стала его частью Но я до сих пор не полностью понимаю его Оно такое чужеродное, такое древнее Невозможно узнать его точный возраст Оно по-другому воспринимает время Тысячи лет спячки и несколько столетий беспокойной деятельности Его сознание завораживало меня Оно не вписывается ни в какие рамки определения Но теперь оно исчезло Только не говорите, что вам жалко это существо Трианин был уникальной формой жизни Разумное существо, прожившее 50 тысяч лет А может и более В исследованной части галактики нет ничего похожего Я благодарна вам за то, что вы освободили меня Но я все же немного жалею о гибели такого поразительного создания Ну да, есть в этом что-то такое Прощайте, Шиала Прощайте, капитан Желаю удачи в ваших поисках Ну, будем надеяться, что удача нам не изменит Так, беженец, беженец, беженец Беженец, 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 беженец Здесь никого нету вроде бы И вот мать с дочерью Будет трудно Но мы сделаем эту колонию своим домом Вы спасли большинство зараженных Потребуется время, чтобы все здесь восстановить Но все будет в порядке Спасибо Да не за что, собственно Мы начнем Ну, спасибо еще раз Эти данные очень пригодятся мне, когда я улечу отсюда Ну, вроде как все, больше ничего нету Так, кстати говоря, давайте-ка зайдем попробуем внутрь Если я правильно помню, нам там могут что-то дать А может и не дать Не знаю, посмотрим Отлично Свободен Наконец я могу думать самостоятельно, спасибо Да не за что, собственно Так, а кто-нибудь еще выжил из них? Надо проверить Мне интересно даже стало Мне больше Больше не больно Я снова могу думать самостоятельно У нас появился шанс начать все сначала Благодаря вам Нехватка провианта по-прежнему остается важной проблемой Но мы справимся Я постараюсь, если представится случай Спасибо за помощь Вы и так много сделали Я вот, кстати, не помню, где его... Говорят, вы выжили на Акусе Рад, что вы на нашей стороне Где провиант доставать Я вот, честно говоря, не очень помню Так, ручное отключение Упс Ну, ладно Так, грузоперевозок, дешифровки Это уже новое, не обнаружили подозрительные данные Бла-бла-бла В системе Амазонки Кстати, мы ее сбрасывали, по-моему, уже эту штуку Скоро ферос возродится, капитан Зацветет пышным цветом Ага Так вот, мы эту штуку делали, но Что-то пошло не так Насколько я помню Надо будет глянуть Где все-таки эти вещи делать Потому что, насколько я помню Они могут даже, по-моему, не только здесь быть Так что Почему бы и нет Благодарю за то, что освободили нас Да не за что Так, давайте тогда выбираться отсюда Я думаю, что с этой планетки Нас В принципе, нам хватит Этой планетки На долгое время Это одна из самых затяжных Таких мини-миссий Которые необязательны В принципе Насколько мне не изменяет память Нам не обязательно ее было проходить Но она Довольно интересная Сама по себе И дает нам Некоторые Ключи К раздумью Ну и так далее В любом случае Мы нашли Некоторое количество гетов Мы их уничтожили Сделали все, что смогли И Спасли, собственно Колонистов Которые Могли бы умереть Если бы Мы решили их убивать А не просто Отключать Самую малость Приготовиться Идет процедура Дезинфекции Вы в порядке, капитан? У вас бледный вид Все шифр Будь он проклят Это Азари Вас совсем запутала И ради чего? Где найти этот дурацкий канал Мы так и не знаем Черт Она сказала Что должно пройти Какое-то время Шифр был мне нужен И он приведет нас К каналу Просто Я пока не знаю Как Капитан 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 Руководство Экзогени Должно было сообщить Нам о Тарианине Это сделало бы Вашу задачу Намного проще Вы смогли бы Захватить его Для изучения Вместо того Чтобы уничтожать Тарианину Нравилось Порабощать разумы Всякий Кто стал бы Его изучать В конце концов Оказался бы Его рабом В таком случае Возможно Все к лучшему По крайней мере Вы спасли колонию Разумеется Шепард пойдет На все Чтобы помочь Человеческой колонии То что я человек Здесь ни при чем Колонии требовалась помощь Восхитительно Но порой Спектрам приходится Идти на жертвы Надеюсь Вы будете готовы К этому Когда придет время До свидания Капитан Мы будем ждать Вашего следующего Рапорта Ну что ж Свою миссию Мы выполнили Совет удаложились И в принципе У нас больше Здесь никаких Особых новостей Не предвидится За исключением Тех Что мы сейчас Собираемся Изведать новые планеты А попутно Пообщаться со всеми Теми кто здесь Был Есть и будет Да капитан Так Личные вопросы Собственно Ничего не скажет А вот наши друзья Которые находятся На палубе пониже И в ангаре Скорее всего Могут рассказать Нечто интересное Давайте начнем С тех Что находятся повыше И перейдем Ниже и ниже С каждым разом Капитан У вас есть минутка? Для моих офицеров Время всегда есть Если без протокола Я думаю Тут что-то не так Этот сарн Вступает в сношение С инопланетными формами жизни Чтобы получить Какие-то древние знания А мы не можем Получить поддержку совета Простите капитан Это же письмена на стене Но кое-кто их не читает Совет не хочет верить Что что-то не так Я бы сказала Что такова природа людей Но Понял вас Да Просто за столько времени Совет пожалуй Должен был догадаться Что что-то произойдет Забавно Вот мы наконец Добрались сюда А тут уже Во всю жизнь кипит Но пейзаж Местных жителей Не впечатляет И опасности тоже Так-так Вы у нас романтик Пошли во флот За мечтой, Оленко Будущее человечества В космосе Да В детстве Много таких книжек читал Где герой Уходит в космос Чтобы доказать Что достоин Своей возлюбленной Или знаете Искать справедливость Может и был я Поначалу романтиком Но после мозголомки Простите Курса биотической адаптации И регуляции Я много думал Я не за мечтой пошел Просто хотел сделать Что-нибудь стоящее И посмотреть Каково тут Извините за неформальность В Баир О протоколе мало думают Расскажите мне об этом По нашу сторону Шлюзу так никто не выражался Баир Все ребята Кого туда запихали Говорили просто Мозголомка Простите Запихали это неправильно Нам оказали честь Пройти оценку Наших способностей С целью улучшения Понимания биотиков Хотя бывают И худшие последствия Случайного облучения Нулевым элементом На внутриутробной стадии Опухоль мозга Например А в том как вас облучило Было что-то подозрительное Мою мать облучила Во время аварии На транспорте Тогда еще не было Человеческих биотиков Это было сразу после того Как на Марсе Нашли руины Странности начались Только году в 63 Когда у канатикса Кончились субъекты Первого поколения А до тех пор Им хватало несчастных случаев Вернулся из школы А у двери нарисовалась Бригада каких-то типов В галстуках Бац И ты уже на нулевом скачке Нулевой скачок Это станция Гагарин, да? Каково там? Да Официальное название такое Самая большая И самая дальняя Наша станция В течение многих лет Как раз на границе Солнечной системы Там раньше проводились Безуспешные исследования Технологии сверхсветовых полетов Пока мы не узнали Секрет полей Эффекта массы В мои времена Это была чисто Научная платформа Но там еще другие Ребятишки были, да? Вы хотя бы были не один Это верно Мы каждый вечер Перед отбоем Собирались в такой кружок Хотя делать особо было нечего Научная платформа Как страна То канатикс ее запретил подключать Чтобы не было утечек Вы же все были подростки Наверняка находились и другие способы Занять время Я не из таких капитана По крайней мере Чтобы так вот сразу Была одна девчонка С которой я много общался Но все было прилично Райана ее звали Она была из Турции Из очень богатой семьи Но умная И ужасно славная И красивая Но нос не задирала Вроде вас, пожалуй Мэм Похоже Она была особенной девушкой Была Может и она испытывала Похожие чувства Но Так ничего и не сложилось Тренировки, знаете Нулевой скачок Далеко от дома Каково там было? По телевизору Наше окно в космос Выглядит лучше Ну ладно Мы должны были Заниматься разбором полетов А не слушать истории О том, что было много лет назад Я просто хочу узнать вас лучше Вот и все Спасибо за беседу, Кайден Всегда пожалуйста, мэм Вы со всеми вступаете В такие личные беседы? Нет Далеко не со всеми Поговорим позже Я Мне нужно время Чтобы это переварить, капитан Но да Мне бы хотелось Окей Соблазняем парнишку Ну вообще на самом деле Мы всех так сейчас будем делать Да Капитан Шепард Вечно всех соблазняет И благо Если ты играешь За женского персонажа Но не дай тебе Бог играет за мужского Соблазнять Аленку Не лучшая идея Ладно Едем вниз И надеемся на то, что Аленка Не соблазнится на мужского Шепарда Пока что надо поговорить с Гарусом Ну и всеми остальными В принципе Спросить все их отношения К прошлой миссии Ну и как-то так Капитан, как вы? Почему вы пошли на службу в СБЦ? Хм, хороший вопрос Пожалуй, по ряду причин Каких, например? Как и все, наверное Хотел сражаться с несправедливостью Помогать людям Думаю, и без отца тут не обошлось Он служил в СБЦ Был одним из лучших Я вырос, слушая рассказы о его достижениях И глядя, как его показывают в новостях Он тяжело воспринял мою отставку Да Это тяжело Как думаете? Он будет впечатлен тем, что вы охотитесь за Сараном? Мой отец Человек СБЦ до мозга костей Делай, как положено Или вообще не делай Отец считает, что я слишком безрассуден Нетерпелив Боится, как бы я не стал таким, как Саран В молодости он отговорил меня становиться Спектром По тем же причинам Вас хотели сделать Спектром? Ну, меня считали потенциальным кандидатом в Спектр Меня и еще примерно тысячу других призывников-турианцев Я мог бы пройти подготовку Но отец не захотел Он Спектров презирает Ему мирзка самомысль О неограниченной силе безо всякой ответственности Вы бы ему не понравились, капитан Без обид Пожалуй, я могу понять его опасения Можете? Но Саран не собирался играть по нашим правилам По правилам СБЦ Чтобы схватить Сарана Нужен кто-то, кто не связан уставами и правилами То, что правила можно нарушать Не значит, что это нужно делать Я не стану опускаться на один уровень с Сараном И вы не должны, Гарус Я понимаю, что вы хотите сказать Но я об этом подумаю Спасибо, капитан Тот момент, когда Гарус Чисто дофига очень Вначале Своенравный И, знаете, так Хочет все время нарушать закон Потому что ему все время попрекали Но потом он так меняется И думает, что Ну, может быть, закон и не такой плохой Чтобы он был Как бы все дела Так, ладно Мы получили, кстати, уровень попутно тут И давайте, я не знаю В принципе, спектр мы полностью подрокачали Так Меня просили Прокачать вот эту гадость, в принципе Отдельно Ну, точнее, меня не это просили сделать Меня просили найти одну маленькую кнопочку Кстати, давайте ее найдем Прям при вас Устройство ввода Нет Управление Да Карта, снаряжение Кодекс, быстрое сохранение Вперед-вперед-назад Присесть Огонь Прицеливание Граната Первая помощь на буковку F Фу-фу Окей Капитан Что вы думаете о последней миссии? Здешними колонистами нельзя не восхищаться Менее подходящего места для колонии И придумать-то нельзя Будь у меня выбор Я бы тут ни на минуту не осталась У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Конечно Я как раз надеялась ухватить минутку вашего времени Без протокола Я всегда готова выслушать подчиненного Если вас что-то беспокоит, выкладывайте Хорошо Я знаю, что на борту Нормандии свои порядки Но меня волнуют инопланетяне Вакариан и Рекс При всем моем уважении, капитан Должны ли они иметь полный доступ к кораблю? Они не служат Альянсу, сержант Но они наши союзники По крайней мере, пока дело касается Сарана Это самый совершенный корабль Альянса Вряд ли мы должны давать им возможность Совать нос во все важнейшие системы Двигатели, датчики, вооружение Вы не доверяете союзникам Альянса? Я бы не стала называть расы, входящие в совет, союзниками Людям нужно научиться полагаться только на себя Самостоятельность не означает одиночество Я не считаю, что союзников нужно отталкивать Просто нельзя рассчитывать на то, что они всегда будут союзниками Как благородно не казались бы члены совета Если они окажутся приперты к стенке, то бросят нас У вас пессимистический взгляд на мир, Уильямс? Пессимист – это тот, кого оптимист называет реалистом Послушайте, если на вас напал медведь Единственный способ выжить – это науськать на него свою собаку и броситься на утек Как бы вы ни любили собаку, она не человек Это не расизм Не совсем Расы, входящие в совет, всегда будут для них важнее, чем люди Похоже, вы долго размышляли над этим, Уильямс Почему вы так думаете? Мои предки защищали Альянс со дня его основания Мой отец, дед, прадед – все они брали в руки оружие и давали присягу Пожалуй, мы просто привыкли считать интересы Земли своими интересами Кажется, вы раньше не работали с инопланетянами Нет, мэм Я в основном была в наземных частях В гарнизонах на разных планетах Как-то раз была в учебной смене на космической станции Каждый космопех – стрелок Каждый стрелок должен уметь стрелять в невесомости Странно Послужной список у вас безупречный Навыки примерные Вам надо было служить во флоте В общем, поэтому я мало общалась с инопланетянами, капитан Вам повезло Я своих родных потеряла на Мендуаре А о ваших я когда-нибудь могла слышать? Не могу знать, капитан Я читала о Мендуаре Альянс там здорово облажался Надо было держать гарнизон побольше Значит, вот почему вы здесь Чтобы сражаться с пиратами Нет, будущее людей здесь Мы еще так много не видели Да, до сих пор помню свои первые полевые учения на Титане Впервые ступив на его поверхность, я подумала Я ведь первый человек, побывавший здесь Тут инструктор дал мне пинка под зад Я упала лицом в грязь Он еще минут пять надо мной стоял Обзывал лоботряской Только не говорите, что у вас был сержант Эллисон Он вечно ругается этим словом Когда кто-нибудь отлынивает от службы Господи, так вы тоже были в лагере Макапа? Да, сержант Эллисон там до сих пор зверствует Раздает пинки и обзывает всех утконосыми черепахами Ну и тому подобными Хорошо Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство, Уильямс Но таковы условия нашей миссии Хотите или не хотите Но работать с инопланетянами вам придется Нет проблем, капитан Вы говорите, упала, отжалась Я падаю и отжимаюсь Скажете поцеловать Турианца? Поцелую Думаю, целовать Турианцев вам не придется Как знать, капитан? И я о том Что вы думаете о последней миссии? Здешними Будь у меня выбор Я бы тут ни на минуту не осталась Вы свободны, сержант Мэм Ну что ж, давайте поговорим с последними двумя Это Рекс и Талия Итак, Сарен в бегах Ему недолго бегать Сарен крут, но я круче Крут? Он сгнил Насквозь Я понял сразу, как увидел его Почему вы мне раньше не сказали? Сказал бы Но не думал, что это важно Все равно я хотела бы об этом знать Это было давно Какие-то наемники хвастались Как работали на краю систем термина Типа платят хорошо, а хозяина вечно нет на месте Никто не стоит над душой Типа там нужны еще люди Я и вписался Не знала, что Сарен в открытую набирает наемников Не в открытую И сам он показался лишь однажды Несколько месяцев мы устраивали налеты на корабли А потом взяли грузовое судно Самую большую нашу добычу Я был на борту Обыскивал тела в поисках лишней пары кредитов И вдруг увидел его Что Сарену было надо на этом корабле? Не знаю, что ему было надо Он просто ходил по кораблю Смотрел Кто-то из наших назвал его по имени Но он с ними не стал говорить Ни с кем не говорил Он мне сильно не понравился Так что я свалил оттуда Даже не стал дожидаться расчета И все? И что за груз перевозил этот корабль? Что искал Сарен? Не знаю Я на борту видел только еду и медикаменты Оружие кое-какое было, но мелкое Если там и было что-то ценное, я этого не видел Потому и не говорил об этом раньше Хм Чей это был корабль? Торговое судно волосов Большое Охраны много Но им с нами было не справиться Больше вы его никогда не видели? Мда Я даже не знал, кто это И до сих пор бы не знал Если бы не вы Но инстинкт мне подсказал правильно Через неделю Все наемники, кто там был, были мертвы Все до единого Прям все? И ваш народ правда вымирает? Сильней мы точно не становимся Мы слишком рассеялись Никому не хочется оставаться в родной системе Многие виды покинули свою родину И все же процветают Но они колонизируют новые миры А мы не поселенцы Мы воины Мы хотим драться И мы улетаем Идем в наемники Большинство не возвращается Можете мне рассказать о генофаге? Нужны подробности? Спросите саларианцев Они его создали Все, что я знаю Он делает размножение практически невозможным Тысячи рождаются мертвыми А большинство женщин даже не может зачать Все Кроганы заражены Каждый А лекарства никто не спешит искать Почему Кроганы не ищут лекарства? Когда вы в последний раз Видели Крогана ученого? Спросите Крогана Что лучше? Искать лекарства от генофага? Или драться за кредиты? Он выберет драться Уж такие мы, Шепард Я не могу это изменить Никто не может До встречи, Рекс Шепард Рекс, Шепард, Шепард, Рекс Не знаю, я почему-то все время Вспоминаю того замечательного динозавра Из старого фильма Ну ладно Не будем об этом Потому что вы все равно его не знаете Ладно Так, что-нибудь новенькое у нас Появилось? Нет, ты ничего нового не можешь нам рассказать? Слушаюсь, капитан Вот встали и поговорить можно О, здравствуйте, Шепард С вами все в порядке? Не знаю У вас чудесный корабль И команда ко мне так хорошо относится Особенно ваш старший инженер Но я здесь чувствую себя неуютно Нормандия летит так плавно Что кажется, будто мы не движемся И двигатель работает так тихо Как вы засыпаете по ночам? Тишина не дает вам спать? У нас на флоте, если тихо Значит случилась беда Отключился двигатель Или испортился фильтр воздуха Здесь такого не бывает Но привычка есть привычка Но дело не только в тишине На корабле так пусто Будто половины экипажа не хватает Дома я очень ждала Когда же отправлюсь в паломничество Мне так надоели эти бесконечные толпы И вот я здесь И словно поскучаю по ним Порой мы не ценим то, что имеем Пока не потеряем его Это верно Я начинаю задумываться В чем смысл паломничества И это позволяет мне по-новому Взглянуть на свой народ и культуру Вы знаете Порой бывает Что кто-то уходит в паломничество И не возвращается Я всегда думала Что с ними что-то случается Но может они просто хотят жить по-другому Вы собираетесь вернуться на мигрирующий флот Я не смогла бы бросить свой народ, Шепард В конце концов я вернусь Но сначала надо остановить Сарана Иначе мне некуда будет возвращаться Расскажите о своем народе Жизнь наша нелегка Ресурсов не хватает Мы все время в пути Во флоте К сожалению Для этого приходится жертвовать многими правами и свободами Которые другие принимают как данность В принципе мы это все слышали Я хочу поговорить о другом О чем, например Мне нужно идти Больше нового она нам сегодня ничего не скажет Но вот так вот Периодически можно получать некоторую информацию О наших спутниках Соответственно я думаю Что это довольно интересно Ну для тех кто хочет действительно узнать историю Масс эффекта Я думаю это будет полезно Поэтому давайте уже отправимся на следующее путешествие Куда-нибудь Почему ты не хочешь нажиматься Отлично Я нажал ее так Так Бежим наверх Я думаю что здесь мы даже можем Малость Сохраниться Кстати мы можем еще и с Джокером поговорить Насколько мне не изменяет память По-моему Джокер нам как раз скажет что-то новое О 84 кодекса Отлично Кстати капитан В следующий раз давайте может постараемся Не садиться посреди колонии зомби-мутантов Вдруг нам не понравится Ха-ха-ха-ха-ха-ха Так Ваша биография Должить состояние Хочу просто поговорить Я хочу знать свой экипаж Можно задать вам несколько вопросов Я уж вижу к чему вы клоните Я при... Я лучший выпускник курса летной говношколы У меня... Понятно С этим мы все уговорили Хорошо Ничего нового Он нам тоже собственно не хочет сказать ок Бежим дальше И собственно заходим на карту После чего летим в следующее место Так Здесь вроде нет больше ничего Итак карта галактики дорогие друзья Снова карта галактики Мы находимся на феросе В галактике Тесей Собственно Весь бета-атику Ну всю бета-атику мы изучили С вами И теперь у нас есть Много различных мест Которые мы можем естественно Посетить Например вот это вот Скопление Вояджера Или еще чего-то Или туманность Армстронга Как вариант Пришло сообщение от старшего офицера на Арктуре Передаю Нормандия Это адмирал Хэккен Мы получаем рапорты О возросшей активности гетов В скеллианском пределе Дроны наблюдения Обнаружили аванпосты гетов На четырех планетах В скоплении Армстронга Необходимо уничтожить их Мы знаем что им нужно Сложно сказать Возможно они собирают информацию о нас Или подготавливают почву Для полномасштабных атак на человеческие колонии Возможно это первая волна вторжения Будем надеяться что это не так Но кто-то должен заняться расследованием Шепард Поиск Сарена Ваша основная задача Но у вас есть опыт борьбы с гетами Мы сразу подумали о вас Когда узнали об этих аванпостах Мы передаем вам координаты Всех известных аванпостов Гетов в скоплении Армстронга Адмирал Хэккен На двой Че-то какой-то он Прям Не очень такой чувак Мне не понравилось Ладно посмотрим Так Гагарин Собственно Вы узнаете да Что это такое Именно здесь был один из наших Эм-эм Подчиненных Ну ладно Улетаем собственно туда Капитан Срочное сообщение от командования Альянса Включаю Шепард Это адмирал Хэккет Из командования Альянса У нас возникла проблема И только вы можете с ней справиться Что именно вам нужно адмирал? Проблема возникла на участке В учебном полигоне Альянса Где мы проводим учения И тестируем новое оружие и технологии Один из компьютеров Которые мы используем Для симуляции тактики противника Перестал выполнять команды Он не поддается контролю Вы хотите мне сказать Что этот компьютер Научился мыслить самостоятельно? Мы не идиоты, Шепард Это виртуальный интеллект А не настоящий ИИ Он не осознает себя как личность И у него нет доступа к внешним системам Мы не делали ничего незаконного Поддержка виртуального интеллекта Очень важна для успешных военных действий Он обрабатывает тысячи рапортов И реагирует в течение нескольких наносекунд Люди на это не способны Нам нужно, чтобы вы пробрались через полигон К ядру ВАИ И отключили его вручную А отключить его дистанционно вы не можете? Безаварийные системы не отвечают ВИИ действует в закрытой сети Он не может повлиять на внешние системы Но прямого доступа к его процессам у нас нет Мы могли бы сбросить бомбы с орбиты Но тогда урон всему комплексу будет катастрофическим Кто-то должен отключить ядро И мы бы хотели, чтобы это были вы Я знаю, что спектры отчитываются перед советом Но вы все еще человек И состоите в армии Альянса Сейчас вы нужны нам ВАИ контролирует все оружие Всех дронов и автоматизированные системы защиты Шепард, только вы можете справиться с этим заданием Удачи! Ну вы поняли, да? Как-то весело все Ладно, давайте смотреть на все планетки, которые здесь есть И первой планетой станет Антирумгон Небольшая, покрытая льдом, скалистая планета Атмосфера которой крайне разряженная Состоит из метана и этана Поверхность имеет высокую концентрацию углерода Встречаются залежи кальция Антирумгон Ну, короче, эта планета на протяжении многих лет использовалась пиратами из системы термина в качестве стоянки На поверхности часто встречаются обломки их временных жилищ, разрушенных фрегатами Альянса Но пираты возвращаются снова и снова, чтобы разрядить двигатель, запастись льдом, купить или продать рабов и обменяться новостями Недра этой планеты представляют собой полужидкую субстанцию благодаря содержанию метанола Считается, что это своеобразный естественный антифриз производит бактерии, живущие в ядре планеты Некоторые пираты бурят кору, чтобы добыть этот природный алкоголь Обнаружен легкий металл В результате сканирования, проведенного с орбиты, вы обнаружили месторождение Кобальта Итак, следующая планета Сальгерус, по-моему Сальгерус планета земного типа, тонкий атмосферный слой, который содержит азот и аргон Его поверхность большей частью состоит из водяного льда, который отчетливо виден на дне недавно образовавшихся кратеров Темный цвет поверхности вызван соединениями углерода и железа, попавшими туда из нижних слоев коры благодаря кривовулканическим процессам Крио, точнее А не криво, как я это прочитал Так, сюда мы можем приземлиться, хорошо, давайте тогда на следующую Пресха Относительно небольшой водородно-гелиевый газовый гигант, средние слои атмосферы которого содержат значительное количество углеводородов Полторы тысячи лет назад, когда завершилось восстание Кроганов, командующий военно-космическими силами Торианцев, выдающийся воин по имени Меркурий Незамедлительно объявил о своей отставке Он исчез в неисследованной тогда области галактики Лишь 200 лет назад его корабль был найден на поверхности самого крупного спутника Пресхи Корабль совершил мягкую посадку, все системы были отключены преднамеренно Следов, следов адмирала Меркури, Меркури, скорее всего Кстати, Меркури, как вариант, отсылка к группе Квин и главному солисту этой группы, соответственно Однако, найдено не было, в общем, никаких следов Вот такие вот дела Ладно, давайте посмотрим дальше Юнтор Юнтор – это планета земного типа, толстый атмосферный слой которой содержит углекислый газ и хлор Поверхность имеет высокое содержание алюминия, встречаются с залежей никеля Неподалеку от экватора исследователями были найдены руины технически развитой цивилизации По всей видимости, это была колония древней космической расы Сейчас все, что осталось от поселения, это продуваемые ветрами каркасы археологических комплексов Ну ладно, возможно, я просто не знаю, что значение слова В общем, и других крупных сооружений В центре развалин была обнаружена отдельная колонна Надписи на которой не удавалось расшифровать долгое время Когда лингвистам Мазария наконец удалось осуществить перевод Оказалось, что аккуратно высеченная надпись всего лишь гласит «Пройди среди творений этих, наше величие познай» Грубая надпись снизу обработанной стороны гласила «Чудовище из Айди» Разведать найдены записи матриарха во время сканирования Ютн Тора На орбите одного из его спутников были найдены обломки грузового корабля Разведгруппа не обнаружила признаков жизни Единственной находкой стал фрагмент записи матриарха Дили Наги Ну и теперь можно спокойно на Райнгри приземлиться Это небольшая бесплодная планета земного типа Несмотря на достаточно умеренный климат и запасы полезных ископаемых Ни одна из горнодобывающих корпораций не решилась осуществлять здесь инвестиции Приблизительно 10 тысяч лет назад астероид, названный Соларианским исследованием ВАЦ Вошел в систему и был захвачен гравитационным полем Райнги Сейчас он находится на завершающем участке спиралеобразной орбиты Вокруг планеты землетрясение и буря на Райнге из-за этого становятся все более частым явлением Через несколько сотен лет оба небесных тела разрушатся в результате гравитационного взаимодействия Некоторые турионистические консорциумы Азари уже предлагают круизы В ходе которых можно будет рассмотреть это зрелище, так сказать Не очень удобно читать, когда вот здесь вот, ну, сами видите Ладно, приземляемся на планету и надеемся, что нас там ждет что-то приятное Берем с собой, как всегда, наших двух балбесов, которые в последнее время вообще никак нам не помогают И радуемся жизни Причем приземляемся мы, естественно, не на планету, а на ее спутник Таринь-таринь-таринь Как-то вот так вот Вот здесь есть обломки Исследовательская станция и какие-то аномалии Давайте поедем вбок, посмотрим, что там есть Возможно, мы что-то интересное найдем А может и нет В любом случае, проехаться, посмотреть нам не помешало бы Я думаю, что Вполне интересно, что здесь есть вообще Ну, по крайней мере, мне интересно Да и вам, думаю, будет тоже, если вы решите пройти и посмотреть Где же есть различные плюшки и куда стоит ехать, а куда не стоит Пожалуйста, что-то мы уже с вами здесь Обнаружили Там какой-то вопросик у нас есть Скорее всего, это какие-то залежи, либо какая-то интересная штука В данном случае, это что-то непонятное Какой-то то ли спутник, то ли что это Труп мародера Находка Обгоревшие тела являются, по всей видимости, трупами Небольшой независимой команды утилизаторов Судя по всему, по ним ввелся огонь Из тяжелого лучевого оружия гетов С небольшого расстояния А это означает, что здесь присутствуют геты А это, в свою очередь, означает, что Нихрена хорошего мы здесь не найдем Итак, что у нас здесь? Трупы мародеров Да, собственно, так оно и есть Итак, будем надеяться, что гетов мы, конечно, здесь не встретим Но, почему-то, мне так кажется, что так как мы рядом с системами термина Скорее всего, гетов мы таки найдем Особенно учитывая, что геты в последнее время, благодаря Сарану, расплодились только так Только в путь и их все больше и больше и больше Ладно, глянем, что у нас здесь есть Пока мы едем, мы нашли еще что-то Это то ли типа лаборатории, то ли еще что-то в этом духе Ну, какое-то непонятное здание Которое, собственно, здесь Находится Это какой-то мини-лагерь, видимо А может и нет, не знаю Так, ящик, Мститель Феникс Взять все Мурадеры покинули свой лагерь Похоже, они сорвались с места в большой спешке Причем это было довольно давно Вот я, собственно, о том беспокоюсь Ладно, поехали дальше Посмотрим, может быть, что-то сможем найти еще По крайней мере, пока что мы путешествуем по вот этой прямой линии И у нас там где-то аномалия впереди Мне интересно, что же это за аномалия А также у нас огромная планета на фоне Очень огромная Ну, если смотреть отсюда со спутника И вот тут вот у нас находятся с вами ресурсики Так что уже, как видите, не зря сюда поехал А рядом с ресурсами, видимо, все-таки находится эта аномалия Ну или нет, не знаю, посмотрим сейчас Место рождения Полония мы нашли Искать полезные ископаемые Быстро мы их нашли Обнаружен редкоземельный элемент Вы обнаружили небольшое месторождение Полония Вот такие вот дела, друзья мои Ладно, давайте спустимся чуть пониже У нас здесь какая-то Аномалия Ну или не здесь, а чуть подальше Видимо, все-таки Нет, видимо, все-таки здесь Так, что же это такое? Скажите мне на милость, дорогие мои друзья На ровную поверхность Надеюсь, это достаточно ровная поверхность Упавшая спасательная капсула Поиск обследовать Естественно, мы можем все это дело обследовать И что-то найдено Найден медальон В этой капсуле был найден медальон Лиги Единения Внутри никого не было Ладненько Поехали дальше тогда Изучаем мы планеты Ну, я не вижу смысла как бы бегать просто так Поэтому я стараюсь по краю проехаться Если я не вижу ничего ценного Я просто еду дальше Вот, мне очень нравится физика в этой игре Она просто замечательная И местами она просто отсутствует Поэтому Наше авто спокойно переворачивается И потом спокойно также переворачивается Обратно И все в целом у нас хорошо Меня все устраивает, короче говоря Так, нам нужно Нам нужно вот туда вот все-таки перебираться И следовательскую станцию мы захватим чуть попозже Все-таки А пока что будем ехать вот здесь вот И пытаться найти какие-нибудь интересные ископаемые Возможно что-нибудь найдем Может нет, я не знаю, я не помню Я, к сожалению, эти карты не изучал Поэтому В первое мое прохождение я, по-моему, вообще этим не занимался Ничего не собирал Просто проходил с обычным оружием Которое доставалось мне От всяких непонятных чуваков И, в принципе, мне этого хватало То есть я не занимался вот такими поисками Как я вот сейчас делаю Но кому интересна история Я думаю, что это будет полезно Да и если уж проходить игру То проходить все-таки Ее полноценно От и до, как говорится Так что Этим, собственно, сейчас и займусь Вот я нашел, пожалуйста, еще одни ресурсы Интересно, что это за ресурс Сейчас мы увидим Довольно большие залежи, кстати говоря Ну, как большие, относительно Так Наше авто нас малость не слушается Выходим Пробуем исследование Отлично И обнаружен Редкоземельный элемент Крупное месторождение Тория Вот, получили Немножечко экспириенс И множечко опыта Целых две тысячи опыта Учитывая, что нам нужно Учитывая, что нам нужно Собрать, в принципе Ну, не так много уже осталось До следующего уровня Так что я думаю, что Даже Успеем довольно быстро набрать Еще один или два уровня Так что все будет круто Ладно Давайте мы с вами Будем сейчас Как-то Ехать Вверх В гору Пытаться Если у меня это, конечно, получится Зря я отпрыгнул тогда Так Ай Я думаю, что, наверное Изучать Да что ж такое-то Боже Езжай уже нормально Как же криво ты едешь Ладно, впрочем, какой водитель Так и авто едет Но я не об этом Я думаю, что эту серию я закончу На подъезде к Лаборатории Либо просто подъеду к лаборатории И уже там закончу Так что я буду думать над этим Так Так Давайте мы на ровную поверхность поставим Мака Отлично И у нас, по-моему, не хватит Следовательски Да, слишком низкий уровень навыка Это И здесь И в другой планете У нас не получится Исследовать эту Фигню Я не помню, что она дает Поэтому я не смогу сказать вам К сожалению Что будет здесь Но Если бы я Был техником Либо если бы у меня в отряде были техники А такие у нас потом будут целых два Так что Можно будет попробовать Но Я думаю, что потом Пока что я просто проеду сейчас До верха карты Вот сюда вот в уголок И Наверное Закончу На этом Собственно серию Потому что Уже получилось Около Стандартных 50-40 Минут Поэтому Я думаю, что это вполне достаточно Для того, чтобы Вы посмотрели Сегодняшнюю серию И вам было хорошо Я нашел Под конец Как видите Еще один ресурс Пока непонятно какой Но сейчас мы разберемся Это опять-таки Месторождение И На этот раз Это Титан Вот Так вот Умудрились найти Титан Причем большое месторождение Искать ископаемые Это без проблем Нашли быстро В результате сканирования Проведенной с орбиты Вы обнаружили клубное месторождение Титана Серьезно С орбиты То есть я мать сего Перед ним прям стою Но обнаружил с орбиты Ну окей Да что Это нормально Масс эффект Конечно То есть то что я глазами вижу Что это Титан Ну как бы да Окей Я Я вас понял Чуваки Так ну что ж Давайте попробуем Просто забраться Сюда Боже Безумные покатушки Это просто Я не знаю Это нечто Я обожаю Эти покатушки на мака Благо В какой-то из частей Все-таки Сократят Чуть-чуть Самую малость Не придется Так извращаться В принципе Здесь мы уже Ничего не найдем И надо уже ехать К самой Лаборатории Мы слышим Какие-то странные звуки Каких-то непонятных существ Но я думаю Что они нам Не будут сильно угрожать У нас кстати Сломано одно из колес Вот Это показывается нам Что вот Боковое колесо Именно с правой Переднее правое колесо Оно у нас Нас повреждено Можно его починить По-моему Вот Минус 15 унигели Починили колесо Довольно дорого обходятся Кстати вот Починки вот эти вот Но тем не менее В принципе оно того как бы стоит Ладно Что я хочу сказать Мы собственно Серию сегодняшнюю Уже завершаем Ребят Всем спасибо Собственно за просмотр Рад был что вы смотрели Надеюсь вам понравилось Ну а если нет Тогда смотрите следующую серию Где мы уже будем захватывать Такие лаборатории И там уже будет Наверное поинтересней Постреляем Что-нибудь поделаем И как-то так Ну а на сегодня всем спасибо И всем пока Удачки